Всем привет! Сегодня у нас история от моей подписчицы. Сейчас я ее сочетаю, так что дайте свои комментарии под видео. Если считаете, что такие видео полезны на моем канале, ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте приступать. Здравствуйте! Нашла я ваш канал после того, как в этом году побывала в Турции, в Кемере. Это было, кстати, впервые в моей жизни. Была я там с мамой и сыном. Отдых был супер, но улыбки и комплименты турецких мужчин я не велась, ответных реакций не давала. Пару раз улыбалась, только парню бармена, и то для меня это ничего не значило. Я влюбилась в сам городок, море, пляж. К слову, мне 32 года, я в разводе. В прошлом была 8 лет в отношениях с церебральным нарциссом, долго и мучительно выходила с таких отношений, и заново училась любить себя, и прорабатывала некоторые психологические моменты с психологом. Ну, если с нарциссом вы были в отношениях, неудивительно, что потом пришлось и к психологу обратиться, и очень хорошо, что вы обратились. Это очень вам, скажем так, ускорило процесс восстановления после отношений. Во время отдыха мой инстаграм был заварен запросами на переписку от турков, но я никому не отвечала, они мне не нравились. Да и бывали такие навязчивые, что просто мутило от этого. Среди всех этих запросов попался один парень, и его лицо было уж больно знакомым. Я понимала, что я его уже где-то видела. Присмотрелась и узнала его китель. Он был поваром в нашем отеле. Потом пересмотрела фото и начала вспоминать ситуации, когда он по утрам пристально смотрел на меня, улыбался об ней через маску. По иронии судьбы ответила ему, когда ехал уже в аэропорт обратно домой. Он ответил мне, и закрутилась переписка. Начал ездить мне по ушам, что смотрел на меня все время. Но персоналу отеля нельзя говорить с гостями. Искал меня на пляже, не нашел. И на сообщения в инстаграме я не отвечала. Сначала общение было натянутым, а потом закрутилось. Завертелось и меня затянуло. Мы были на связи 24 на 7. Переписка, фото, видео, звонки. Через две недели по прилету у меня был день рождения, и он заказал мне доставку цветов. Было очень приятно, я, конечно, не ожидала. Там была карточка с подписью на турецком. Я так полюбил тебя, моя любовь. Теперь ты, моя женщина, и принадлежишь мне навеки. Твой ИДЖИ. Первый звонок прозвучал тогда, когда он начал меня продавливать насчет чувств. Почему я не отвечаю ему взаимностью, не говорю ему о шкив, не шлю сердечек и так далее. Я рациональный человек, и в моей голове сложно укладывается понятие, как могут возникнуть настоящие чувства, если люди еще ни разу не видели друг друга толком. Второй звоночек был тогда, когда я говорила с ним по видео и сидела на балконе. Я одета была в топ-шорты, он начал требовать от меня зайти в комнату, ведь я голая. Я стала в позу и начала обосновывать, что меня не видно никому, и до меня нет никому дела, как я одета в своем доме. Но его понесло, его было уже не остановить. Он решил, что нам нужно перестать общаться, ведь я его не ценю, не уважаю, не люблю, потому что не слушаю его советов. В общей сложности его хватило на день, и он снова начал мне обрывать телефон во всех возможных мессенджерах. Я приняла его в этот раз, но поставила условие, что это первый и последний раз, больше я такого терпеть не буду, либо да, либо нет. Я такая, какая есть, свободолюбивая, независимая карьеристка. Одеваюсь, как считай нужным, я христианка-украинка, и если это не устраивает его, то прошу забыть меня. Он согласился со всем и просил лишь об одном, чтобы в Турции мне нужно одеваться поскромнее. Все было вроде неплохо. Периодически его накрывало от того, что мы не вместе, и он мужчина, и хочет отношений в полной мере, но не может этого получить. Я утверждала, что не могу ничего поделать, следующий отпуск мне не светит до осени. Иногда он останавливался, холодел, и прям понимала, что это что-то не из-за меня, и начала ревновать его. За это время его инстаграм пополнился парочкой туристок с этого же отеля, и когда я задала вопрос, то он очень удивился. Типа, я слежу за ним и не верю, и его еще и проверяю, прям здесь остановлюсь. Классика, типичный, вот курортный, понимаете, вы не одна, вот прозваной, вот просто классика. Он сразу начал обвинять и накинулся, лучшая защита нападения. Да, я не спорю, я не верила ему, истории русских девушек и турецких мужчин говорят о многом. Мой поувиливал немножко, но все же удалил этих барышень, чего потребовал и от меня. Всех, кто ему понравился, я удалила тоже. Третий звоночек был тогда, когда он попросил меня закрыть свой профиль в инстаграм. Типа, его семья смотрит мои фото. Я ему говорю, так о чем проблема-то? Мой ответ, жена дяди смотрела и сказала всем, что у тебя есть сын. Меня это так задело. Я спросила, для тебя это что, проблема что ли? Он ответил, что для меня лично нет, но мои родственники не поймут этого. И, к слову, он курд с религиозной семьи, которая живет кланом где-то под Диар-Бакыром. Он сказал, что когда я женюсь на тебе, моя родня все равно ничего не сможет сделать. А родителям я, может быть, никогда и не скажу, что ты в разводе, у тебя есть сын. Ведь жить-то мы будем в Украине. Меня это так обидело. И, наверное, в тот момент я поняла, что вместе мы уже не сможем быть. Мой ребенок для меня важнее любого Курта и Турка, и всех людей в этом мире вместе взятых. Здесь я остановлюсь. Вы вообще, абсолютно вы молодец про ребенка. Не закрыли на это глаза, считали. Вот так и должно быть. Супер. Поздравили. Вы хорошая мама. Я про что? Мы будем, я им никогда ничего не скажу, мы будем жить в Украине. Человек, бегущий от своих проблем. Курт от своего клана бежит под Диар-Бакыром. Алло. Его, в принципе, воспитывают. Тащить все в дом. Жену в дом. Понимаете? Деньги в дом. Делить в своей семье. Слушать родителей. Своих тет, дядь. Всем братьям, сестрам помогай. А он бежит. Это же о чем? Это для Курта под Диар-Бакыром кланового. Это вообще, я не знаю, красный флаг в одно место можно сунуть. Сказать, блин, а? Не то, что звоночек, колокольчик. Блин, это колокол вообще. На бат надо бить. Вы что? Он бежит от своих. Это вообще жесть. Я в том плане, что он очень... Там большие проблемы. Он уже им не угодно. Либо он ищет легкой жизни женщину, карьеристку, который... Он приехал, был бы ленивым, который ничего делать не будет. Сто процентов. Ну, конечно, чувак вообще красиво пытается говорить. Он в поисках женщины, которая возьмет его на себя и все его проблемы. Я даже с чем-то конца письмо не дочитала. Наше общение продлилось еще около двух недель. Но я начала искать повод, чтобы расстаться, как будто он сам меня бросил. До этого он часто говорил, что не переживет, если я его брошу, а за измену курды убивает своих неверных жен. Меня это реально пугало. Знаете, меня тоже, живя в Турции, это очень сильно пугает. То, что я вот это читаю, это вообще, алло, человек вообще в адеквате такое говорить, произносить просто, да? Ну, я имею в виду в его кругу, в его семье это нормально. А для меня нет. Меня это реально пугало, тем более у него был мой адрес, ведь он присылал мне цветы на день рождения. И вот однажды я заметила холод в общении. Он написал только утром и вечером. Я завела разговор, что я больше не чувствую того, что было раньше, что, скорее всего, будет правильным нам расстаться, ведь его место там, а мое здесь рядом с сыном. Признаюсь честно, я писала, и мне было, конечно, грустно. Я думала, может, стоит рискнуть, но здравый рассудок говорил, что я в этом все, это же все самое, проходила и с бывшим мужем, и на звоночки стоит обращать внимание. Это, кстати, результат вашей работы с психологом, вы молодец. Тем более, что я заметила за собой элементы созависимых отношений, и больше этого не хотела, просто умничка. Мое решение о расставании он не принял и заверил меня, что все будет хорошо. И он все равно ко мне приедет в октябре. На следующий день он мне прислал скрин билета Стамбул-Харьков на 6 октября, и сказал, что купил его. И в этот момент я поняла, что нужно давать заднюю. В этот момент вы почувствовали, что а-ля как с бывшим нарциссом за вас все решают, и чувак вообще сильнее начинает вас окутывать своими сетями. Во-первых, я не могла дать ему то, чего он хотел, беззаветной любви до гроба. Замуж так скоропостижно и детей рожать я не хотела, а он хотел. Он просил меня взять за него ответственность, что наша любовь победит все трудности, что никогда я его не брошу и не изменю ему. Но я не могла ему это обещать. Я начала говорить, что не могу этого сделать, не узнав его в реальности. Он наконец-то понял, что я не уверена ни в себе, ни в нем, ни в том, что из этого выйдет у нас. Прочание было долгим. Он писал красивые фразы, как он меня полюбил, как привык ко мне. А я со своим недоверием разрушила все его мечты и наплевала в душу. Сначала он жаловал мне счастья, а потом на следующий день сказал, что я кого-то пожалею, что я когда-то пожалею, что потеряла его, но это уже будет очень поздно. И даже слезу у меня выдавил, хотя я не тонкослезивая натура. Просил заблокировать его в инстаграм и ватсапе. Пару дней мне уже потребовалось, но все-таки я это сделала. Было, правда, грустно прощаться с иллюстрациями и мечтами, но факт есть факт. Нам явно не по пути, каким бы он милым и красивым не был. Я готова жить с мужчиной, если он делает мою жизнь лучше. В крайнем случае все остается на том же уровне, как сейчас, но хуже нет. Материальные затраты на мужчину без работы, без жилья и непонятно кому. Да и вообще нужно мне ли это? Вот прям то, что я вам до этого сказала, что он хотел просто ищет женщину, которая все за него будет делать. Вообще мутная история с его возрастом. Он говорил, что ему 26 лет, но в паспорте год рождения указан 99. Спросила, что за дела, на что он мне ответил, что у пяти из его восьми детей в моей семье одна дата рождения. 16.04.99. Хотя он седьмой ребенок, боже, семь детей в курдской семье под Диарбакыром, блин. Это явно не европейский взглядов женщине туда влазить, честно скажу. Что за странность? Или он мне наврал? Плюс говорил, что раньше его семья была богатая, а потом отец обанкротился и заболел раком. Ему пришлось продать свою машину, мотоцикл. Работать он начал с 12 лет помогать своей семье. Он показывал мне свою кредитную историю. Он в долгах, как в шелках, потому что помогает своей семье. Как же он думает содержать свою семью? Да никак. Все понятно. Он ищет среди туристок богатую иностранку, чтобы свалить. Это Альфонс, нахлебник, бежащий от своих проблем. По поводу даты рождения. Семь детей, одна дата рождения. Все о чем говорит? Мама рожала дома. Мама в больницу не обращалась. Какая богатая семья? Может быть, по его меркам машины, мотоцикл? Это богатство было. Понимаете, какой там уровень семьи? Это не бедная семья, а, скорее всего, нищенское существование. И когда для него все дети одной даты, да, она могла пойти записать. Она раз обратилась, и детей под одну дату записали. Это о чем говорит? У них нет даже медицинского обслуживания в муниципальной больнице. Они живут вообще там под Диярбакыром. Под. Это какое-то село, а-ля аул, где к врачу даже не обращаются, рожают дома. Папа заболел раком и продал все свое богатое имущество. Машину и мотоцикл. Вообще, слышите, что пишете, правильно? Оцениваете вообще как. Галя, прошу вас дать объективную оценку взглядом со стороны всех моих ошибок. И плюс, может быть, мой опыт поможет кому-то из ваших подписчиков. Мое внутреннее чувство говорит, что я сделала правильно. Не испортила свою жизнь и не стала портить жизнь самому этому курту. Знаете, его жизнь такая испорчена изначально, что вообще любой контакт с вами или с какой-то там иностранкой худо-бедной, ему будет за счастье, а не портить ему жизнь. Плохо он мне ничего не сделал, просто не успел. И если бы мы жили в одной стране и имели схожий нрав и воспитание, может быть, мы были вместе, но не в данном случае. Да, скрывать не буду, мне грустно. Немного больно. Конечно, это пройдет к тому времени, когда, если вы разберете мою историю, все переборит полностью. Но есть во мне доля сомнений, а что, если бы. Спасибо за понимание и внимание к моей истории. Я буду очень признательна за любое мнение, любое мнение ваших подписчиков. Я хочу пригласить вас на мой марафон, который стартует 2 сентября. Марафон отношений. На этом марафоне вы узнаете, что такое нормальные здоровые отношения с противоположным полом. Какие отношения являются токсичными. Почему некоторые люди попадают в абьюз. Как из таких отношений выйти или никогда не попадать в них, как себя можно предостеречь. Мы разберем о том, какая модель взаимоотношений, партнерских форм поведения мужчины и женщины сейчас, в данный момент времени в обществе работает. Почему это не патриархат и не матриархат. Как не попадать в невротические отношения, в проблемные отношения. Откуда берутся эти установки наши в голове на неправильных мужчин. Почему я выбираю не тех мужчин. Или как я могу улучшить отношения с партнером, который у меня уже есть сейчас. Как я могу изменить свою жизнь и наши отношения в лучшую сторону. Поэтому марафон отношений между мужчиной и женщиной, который я провожу со 2 сентября, подходит для тех, кто пытается найти отношения. Может быть, который человек запутался в отношениях, хочет для себя счастья, найти себе идеального партнера. Или сделать уже существующие отношения, улучшить их, сделать их более идеальными, для себя подходящими. Всегда что-то можно исправить. Марафон проходит со 2 сентября. Это будет 4 эфира 1 раз в неделю в закрытом аккаунте в Инстаграм. Во время эфира я рассказываю общую базовую информацию, раскрываю тему, которая у нас заявлена на тот день. Затем я даю вам домашние задания. Затем я отвечаю на ваши вопросы. После этого вся информация в Инстаграм-аккаунте, в чате, все это будет активно еще в течение месяца после окончания марафона. Марафон длится 4 недели в течение сентября. Оплата, стоимость марафона 2000 рублей. Под своими видео я всегда в инфобоксе оставляю почту. Вы напишите мне тема письма. Хочу участвовать в марафоне. Я вам вышлю схему оплаты, участия и какие данные от вас потребуются, для того, чтобы добавить у вас закрытый чат в WhatsApp и в Инстаграм-аккаунт по марафону. Стартуем мы 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. Если вы не успеваете, у вас не остается время, вы всегда можете вернуться, пересмотреть видео, выполнить задания, пообщаться с девочками в чате и со мной в том числе. Если кто-то участвует в марафонах, в этой теме, вы прекрасно понимаете, что стоимость таких марафонов около 4-5 тысяч рублей. Это совсем не такая стоимость, которую заявила я. Моя цель, моя задача, честно скажу, возможно, неподъемная, но мне хочется, чтобы вокруг меня, хотя бы среди моих подписчиков, подписчиц, появились люди чуть-чуть на йоту, на толику, более счастливые, более определенные, которые знают себе цену и знают, что такое здоровые отношения. Возможно, это приблизит вас к вашему счастью. Под видео я оставляю, пожалуйста, всегда почту. Ваши вопросы задавайте, пишите мне тему письма. Хочу участвовать в марафоне. Да, есть огромный вывод и польза вашего письма. Как бы я, как бы там запрос у вас был? Прошу вас дать объективную оценку взглядом со стороны моих ошибок. Я это не взгляд на ошибки. Это взгляд на исправление. Вы молодец! Это плоды? То, что произошло? Это опыт, да? Благодаря опыту предыдущему с нарциссу и по ходу к психологу работы. Вы не зря потратили деньги на психолога, я вам хочу сказать. Вы молодец. Это работает. Это результаты вашего труда, ваши усилия. Это чисто ваша заслуга при помощи психолога. Но вы за это заплатили денежку. Не зря вы денежку потратили. Вот он вам результат. Вы не вошли в новые абьюзивные отношения. Ну, это просто мрак, то, что я читала. Это мрак для Турции в том числе. Для светской турчанки из нормальной среднестатистической семьи. Это алмаз. Она не стала бы рассматривать себе такого партнера. Вот такие парни называют. Ой, она меркантильная, расчетливая турчанка. Они все плохие. Я себе хочу иностранку, с которой и с милым рай в шалаше. Вот такие мне девки нужны. Такие мне интересы слушают. Меня так хвалят. Я такая та, которая готова за жизнь в шалаше. Потом огромной поварешкой разгребает ту похлебку, которую заварили. Девочки, более прагматичны будьте. Вы вообще молодец. Я не хочу вас ругать. Я хочу вас похвалить, потому что вы сделали все правильно. Вы себя услышали. Самое главное. У вас сработал материнский инстинкт на ребенке. Вы споткнулись. Вы молодец. Просто вот этих тонкостей нюансов, когда я читала письмо, останавливалась про Диарбакову, про семью, про деньги, про медицину, про дату рождения. Вся эта история, кто не живет здесь, не в курсе этой жизни, не так отнесется к этим моментам. А когда я это читала, для меня это был просто красный флаг. Это все нет. Даже здесь в Турции для турчанки нет. Вот понимаете, я, может быть, прагматик. Называйте, я не знаю, как хотите ли вы меня словами, но я за реальность. И я прекрасно понимаю, что у нас, конечно же, определенные ячейки общества существуют, социальные, по уровню развития и культуры. И да, можно развиваться, зарабатывать, улучшать себя, строить карьеру, образовываться. И тогда ты можешь перепрыгивать из одной ячейки в другую. Или хотите там вертикаль делать, да, где-то. Но я не за вертикаль, а за горизонталь, но все равно. Потому что вертикаль, в принципе, унижает того, кто ниже. Неправильно посыл идет. Я к тому, что у него определенный есть уровень. Вот его уровень, женщина с его уровнем. Вы вообще из другой ячейки совершенно, потому что вы родились в другой стране, в другой культуре, но у вас другой уровень жизни, образования и денег. Вы карьеристка, вы сказали, хочу делать то, что я хочу. Я не скажу, что он неправильный или какой-то проблематичный. Нет. Он воспитан в своем уровне культуры, семьи. Их уровень взглядов на жизнь, на одежду, на принадлежание, на страх вот этого отказа. Ты меня не бросишь, обещай вот эта вся история. Плюс непонятно вообще, какой-то у него там возраст. Человек с проблемами. Но проблемы в его жизни, условиях жизни, воспитании и тому, тому подобное. Вот он сейчас, скажем так, на пике, он выпрыгнул из своего вообще, своей деревни в Анталию. Для него, для его семьи, односельчан это уже достижение. Сейчас он пытается прыгнуть еще выше, он хочет убежать за границу. Девочки, будьте осторожны. Я вот что вывод в письме. Когда вы знакомитесь на курортах, я миллион пятьдесят пять раз говорю. Будьте осторожны со всякими сотрудниками отелей, магазинов, с персоналом обслуживающим. Из них хороших, я в том плане, что культурных, воспитанных людей, которые не хотят что-то закрыть, свои проблемы, мало. Вот у нас 2 сентября будет марафон, о котором я вам рассказываю. Сейчас вот эту абзац, такую обязательно эту информацию я вам сейчас скажу здесь. Девочки, мы когда вступаем в отношения, вообще любые люди, мальчики и девочки в том числе, мы вступаем в отношения. Есть два типа людей. Как правило, ну если так копаться, их может быть больше, но основных два момента. Люди своих травм, проблем, особенностей в своей жизни, своего бэкграунда, своего прошлого, люди, застрявшие в своих проблемах, проблемные, они ищут людей, которые, они людей используют. Они вступают в отношения, любят, я не спорю, все. Но сама суть, если копаться такие люди, их жизни люди, отношения, партнеры, любовные, для закрытия своих потребностей, своих психотравм, своих проблем, которые нанесли им в жизни, в культуре, воспитании, родители, все что угодно. Человек, по сути, использует партнера для закрытия своих проблем, потому что сам он их закрыть не может. Есть люди здоровые, здоровых отношений, здоровой психикой, которые могли быть тоже травмированы, но они это сами с собой порешали, сходили к психологу. В общем, на данный момент более-менее психологически здоровые люди. Эти люди готовы жить в партнерских отношениях, вкладываться там морально, эмоционально, нести ответственность за отношения. И они не используют партнера для закрывания своих проблем, потому что они закрыли раньше, они здоровы ментально. И они в отношениях видят развитие, прогресс, они хотят, позволяют и хотят сами развиваться в отношениях как личности. И вот люди, понимаете, одно притягивается к другому. То есть, как может здоровый человек, это больные по созависимым всякие отношения получается, но таких людей, закрывающих свои потребности, притягивают точно такие же. Одно к другому липнет. Потому что здоровый человек, увидя это, он почувствует, он увидит, он поймет со временем, что его используют для закрытия потребностей. Что это условная любовь, с условием тебя любят. И у здорового человека хватает самооценки любви к себе, разорвать эти отношения. Он в это не влазит. А если у него не закрыты свои проблемы, есть такие червячки в шкафу, в скелетике, вся история, он подключается к больным отношениям, он может быть невротик, и началась вот эта сербор несчастливые отношения и жизни. Так вот, вот этот парень, он с вот этими ямами, у него просто все изрешено, там закрывать, не перезакрывать. Он пытается сейчас найти официально, явно человека, который все эти проблемы его будет решать за него. И он найдет, он найдет себе невротичку, либо мать, женщина, которая очень взрослая, всегда с детства, которая готова брать на себя ребенка. Вот так какие женщины встречаются с такими вот лавелласами, альфонсами, которых содержат и так далее. А вы закрылись с психологом свои дыры, почему вы до этого споткнулись о нарциссе? И теперь со здоровой, более-менее здоровой психикой, вы уже на это не появились. Вот весь секрет, все очень просто, я вас с этим поздравляю. И всем, кто сомневается, что-то я вам всем желаю, пожалуйста, идите к психологам, психологам, занимайтесь там, не знаю, каких-то марафонах, курсах, читайте книжки по психологу, улучшайте себя, ваша жизнь проходит здесь сейчас. И качественно жить здесь и сейчас зависит только от вас. Вот и все. Пишите ваши комментарии, если у вас есть вопросы, задавайте под видео. У меня всегда есть в инфобоксе под видео моя почта. Если вы хотите поучаствовать в нашем марафоне отношений, здоровых отношений, напишите мне на почту с темой письма «Хочу марафон». Если у вас история для видео, как у анонима, пишите историю и вашу историю присылайте. Или записывайтесь ко мне на консультацию с темой письма «Консультация». Спасибо за внимание. Всем пока.